Поехали. У нас сегодня довольно много всего. И введения, и теоретические основы. Прома предъявилась некоторые практические задачи. Кто знает язык SQL? Кто знает язык SQL? Вот Александр должен знать точно. Ну, хорошо, знаете. Вот вам его знание немножко пригодится в понимании практических задач. Но кто не знает, ничего особо не пропустите. Расширение некоторой модели MapReduce. И вот существенная часть нас займет такой MapReduce на коленке. При помощи некоторых подручных инструментов простеньких. Окей, поехали. Какую проблему мы решаем? Вот приехал к вам грузовик с данными. Это может быть вообще все, что угодно. Веб-страницы, индексы, логи. Случайно рандомом сгенерированы мои ключи и значения. И надежно хранить на файловой системе распределенную мы их можем. Но возникает вопрос, как их обрабатывать. Те, кто повозился с домашним заданием, уже поняли, что это, наверное, скорее всего, будет процесс небыстрый. Особенно если подойти к нему так наивно. А у кого, кстати, у кого рекорд по обработке? У вас сколько? Сутки? Нет? Нет. Секунд 20. Секунд 20. На самом деле... Это зависит от многих серий. Это зависит от много чего. Как вы напишете код, конечно, в первую очередь. Какой интернет у вас? Ну вот мой, я его называю условно эталонный код, он совсем не эталонный, но тем не менее, работал тоже довольно долго, потому что у меня был плохой интернет. Но, возможно, где бы в хорошем интернете он работал бы быстро. Ну, в общем, процесс, скорее всего, такой небыстрый. И если у вас вот этих данных много, то вы, наверное, хотите его как-то процесс ускорить. Ну, самое тривиальное, что только можно придумать. Самое тривиальное, потому что этот пример постоянно приводят во всех лекциях про MapReduce. Вот, я решил не отходить от этой прекрасной традиции. Если у вас есть несколько миллиардов документов, которые собраны где-то в файлах, они лежат на сотнях файловых серверов. Ну, они лежат на сотнях серверов, потому что на один не помещаются. И вам для каждого слова нужно посчитать количество документов, где оно встречается. Кто знает, зачем это, кстати. Ну, примерно, да. Мы про это тоже поговорим в следующий раз немножко. И что вы можете делать? Ну, вы можете запустить на одной машине код, который будет все считать, читая подряд все файлы, и, скорее всего, ждать вы устанете. Вы можете запустить код на многих машинах. У вас же, скорее всего, есть, раз у вас есть столько файловых серверов. Вот, и каждая пусть обрабатывает какой-то фрагмент файла, берет оттуда документы, смотрит на слова, инкрементирует счетчик в каком-то разделяемом хранилище. И вот это уже, конечно, лучше, ну, потому что машин много, скорее всего, будет быстрее. Но программисту, ему нужно задумываться о многих вещах. Ему нужно задуматься о том, как задачи распределить по машинам, кому, в какой машине, в каком процессоре обрабатывать шарды с нулевого по сотый, какой там, со 101 по 200 и так далее. Нужно подумать о синхронизации доступа к хранилищу, если они все будут увеличивать счетчик слова. Ну, при увеличении особо плохого ждать не приходится. Если там какая-то другая операция, такая, которая может быть, которая может пойти дела плохо при конкурентном обновлении, то об этом приходится думать. О сбоях, что делать, если какая-то машина вдруг работала-работала и перестала. Вот, что делать с теми задачами, с теми документами, которые она обрабатывала. Вот, и так далее. То есть очень много вещей, которые чисто практически становятся сложными в такой системе. И вот с этой проблемой мы постараемся побороться при помощи MapReduce. Значит, давайте для начала простое наблюдение. Тут несложная математическая формула. S1, S2 – это шарды в смысле файловой системы, в которой хранятся документы. Ну, скорее всего, в одном шарде много документов хранится. Вот, и вы считаете функцию, количество документов, где есть данное слово W. Вот, это функция аддитивная и коммутативная. Вот, то есть функция от двух шардов равна сумме функции от шардов и неважно, в каком порядке считать. И это значит, что можно посчитать частичную сумму того, чего вас интересует, количество документов, которые уходит в слово отдельно для каждого шарда, и потом просуммировать. Вот, но это уже существенно улучшение, если бы вы просто написали этот код. Вот, один экземпляр кода на одной машине взял свою задачу, выплюнул данные, которые у него получились, частичные суммы, куда-то записал. Вот, потом второй на своей машине тоже сделал, ну и потом кто-то последний прошелся и суммы просуммировал еще раз. Вот, уже вам не нужно заботиться о синхронизации, о падении машин тоже как-то уже легче с этим работать, если вы там не увидели признак того, что она все сделала задачу. Ну, значит, упала, перезапустим еще раз. Вот, но тем не менее все равно остается много проблем. Нужно эти частичные суммы где-то хранить, вот, и суммирующий код написать, и запустить его. Ну, то есть такой инженерной работы остается еще довольно-таки немало. Вот, и для того, чтобы эту инженерную работу программисту облегчить, уменьшить ее количество, и появилась технология MapReduce, которая сама по себе, в общем-то, довольно проста, вот, с точки зрения ее идеологии, с точки зрения того, что в ней есть. Совсем не нова, вот, те, кто знакомы с какими-то функциональными языками, да даже и с питоном, вот, те эти слова слышали уже наверняка, и MapReduce, вот, и могут при желании написать заковыристую строчку, которая что-то такое делает со списками. Вот, но то, что за этими словами стоит, программный код, инфраструктура, она довольно сложная и интересная. Значит, это такая модель программирования. Что это такое, MapReduce? У него есть несколько смыслов. Это, во-первых, модель программирования, то, как программист думает, да. У нас есть несколько моделей программирования, есть, там, функциональное программирование, объектно-ориентированное подход, процедурный подход, еще какой-нибудь, вот. И, вот, MapReduce это тоже, в каком-то смысле, парадигма программирования. Она заставляет вас писать в каком-то определенном стиле вашей программы. Вот, во-вторых, это среда выполнения для программ, которые написаны, использованы на этой модели, некие инфраструктурные компоненты, которые позволяют эту модель использовать. Появилась она, там, в теории, в таком академическом программировании, в каких-то 70-х лохматых годах. Вот, а в промышленном программировании появилась, вот, когда Google делал поисковик, и задача была обработать большие объемы информации на дешевом железе. Вот, ну и сейчас реализации, MapReduce их много, они используются многими компаниями для всего, чего может быть, для обработки логов, лайков, нахождение схожих объектов и тому подобного, много. Есть задач, которые можно при помощи MapReduce решить. И вот, значит, поехали с ней разбираться. Какая у нее модель логическая? Она довольно простая. У вас есть какие-то исходные данные, все что угодно, веб-страницы, логи, википедия, которые разбиты на какое-то количество шартов. Шарт – просто кусочек данных. Каждый шарт может какое-то количество документов содержать. И у вас есть в процессе обработки три стадии, которые одна за другой так идут. Первая называется Map, mapping по-русски или разбиение. Вторая стадия называется Shuffle, про ее название еще потом поговорим чуть-чуть. А третья называется Reduce, сборка, она же свертка. В этой логической модели, эти три стадии обработки, они одна за другой следы. Сначала начинается Map, когда вы что-то делаете. В этой стадии есть некая функция, функция mapping, функция отображения, которую пишет программист и которая входные данные пережевывает. Она берет документ и для каждого документа выплевывает какой-то список пар ключ-значения. Какой зависит от того, чего вы делаете. Сейчас мы про какие-то конкретные примеры поговорим. То есть результатом этой функции map для каждого шарда она берет этой документ и выплевывает ключ и значения для этого документа. Эти процессы могут выполняться параллельно. Если у вас есть 100 шардов, которые где-то там распределены, вы можете запустить 100 мапперов, которые выполняют эту функцию и выплевывают свои ключи и значения. Дальше начинается стадия shuffle, которая в англоязычной литературе называется shuffle, в русскоязычной она называется сортировка. На самом деле она делает не то, не другое shuffle, это перемешивание же вроде. На самом деле она делает не перемешивание, не сортировку, а делает группировку. Но сортировку внутри себя использует для этого. Ее задача – собрать вместе значения с одинаковыми ключами. Те значения, которые выплюнули мапперы. То есть она берет то, что на производителе мапперы, смотрит, какие там есть ключи и складывает в одну кучу значения, у которых ключи одинаковые. Я вот тут эту мысль записал сложными математическими символами. И получается какое-то количество задач. Если у нас k уникальных ключей, то получается k уникальных задач для функции свертки. Потом, собственно, то, что сгруппировал shuffle, будет подано свертке. И, собственно, свертка берет задачу свертки. В задаче свертки ключ один и какое-то количество значений, которые для этого ключа навыклевывали мапперы. И что-то с ним делает. Что зависит от того, какая у вас предметная область, что вы делаете. Но она, например, может посчитать сумму этих значений, или посчитать их количество, или посчитать среднее арифметическое. Или записать вообще все, что ей дали на диск, в базу данных, или еще куда-то. А можно вопрос? Да. Правда, что shuffle ничего не делает, только находит одинаковые ключи, да? Ну, в общем, да. Ну, ему нужно из большого довольно количества разных ключей, которые ему поступят, нужно сделать группки. Разрабатывать их по ключкам. Да, он уникальный для всех ключевых подходов. Да. Сейчас мы про него поговорим немножко подробнее. Вот, ну вот макет MapReduce, который, в принципе, можно запустить локально на питоне. Я, наверное, не буду сейчас копировать этот код, но поверьте, что его запустить локально можно. У вас входные данные. Это словарь. Первый документ, в нем несколько слов. Второй документ, в нем тоже несколько слов. Словарь, в который записывается выход мапперов. Ну, и функция отображения, которая читает слова в каждом документе, вот, и добавляет единичку для каждого слова. Вот, и функция свертки, которая по ключу берет ключ и суммирует значения. Вот, ну и потом для каждого элемента входных данных мы вызываем функцию маппинга, получаем выход мапперов MapOut и запускаем для каждого элемента в словаре MapOut, запускаем функцию свертки. Вот, это вот макет, который можно запустить на локальной машине. Он ничего общего со всякими большими данными и всего прочего не имеет. Вот, и более того, этот код на питоне довольно самопальный. Его, в принципе, можно писать покороче с использованием всяких питоновских модных возможностей для этого. Но тут он, надеюсь, просто более понятно написан. Собственно, вот MapReduce с точки зрения программиста, который реализует логику, выглядит вот так, и ничего сложнее там нет. Но есть еще масса интересных вещей. Вот схема работы примерно такая, в которой есть входные данные, которые живут либо на распределённой файл системе, либо в базе данных. Это шарды отдельные. Шарды подаются на вход мапперам. Какой-то маппер, видите, может получить два шарда, какой-то один и так далее. Вот, в мапперах вот тут есть еще небольшое секретное пока что звено. Вот, потом они делают еще кое-что. Вот тут те номера, которые тут проставлены, сейчас мы про них тоже поговорим. Как видите, номера 1 сходятся в одну задачу свёртки. Вот, номера 2 сходятся в другую задачу свёртки и так далее. Вот, и потом свёртка берет то, что и далее, и записывает результат. Значит, что для прикладной задачи, которую решает программист, несущественно. Ему несущественно, как конкретно данные поделены на шарды, при условии, что шардов достаточно много. Почему их должно быть достаточно много? Потому что, если шардов у вас, скажем, 10, и из них, скажем, 7 очень маленьких, а 3 очень больших, то, скорее всего, 10 машин вам не помогут. Всё равно время обработки будет определено размером больших шардов, а не маленьких. Вот, при условии, что данные распределены на шарды равномерно, и вот этих шардов достаточно много, существенно больше, чем самих машин. Вот, так чтобы, ну, опять же, если у вас шардов 5, а машин 50, то вам нету большого толка с 50 машин, потому что всё равно больше, чем 5 не будут задействованы. Вот, или если у вас шардов 150, а машин 100, то тоже толку немного, потому что сначала-то все 100 загрузятся, да, а потом, когда они обработают, прожуют свой первый шард, дальше останется только 50, которые будут разданы 50 машинам, а оставшиеся будут сидеть и ковырять носу. Вот, ну вот, при условии, что шардов достаточно много, существенно больше, чем машин, которые могут их обработать, и данные поделены равномерно, дальше уже программисту не очень важно, как конкретно они поделены, эти данные, ну, если только его задача как-то не закладывается на конкретное распределение. Прикладному программисту не важно, как происходит процесс группировки, он на самом деле реализуется инфраструктурой. Мопродюсер про это сейчас немножко попозже. И ему не очень важно, как именно читать и записывать данные, но, опять же, потому что в инфраструктуре Мопродюса есть функции, которые умеют читать и записывать записи в разных форматах, на файлы, в распределенные файлы с теми, в базу данных, еще куда-то. Что существенно для программиста прикладного, это написать функции map и reduce правильно. Ну, или придумать какую-то последовательность этих функций, так, чтобы в результате получилось то, что ему нужно. Про последовательность тоже немножко потом расскажу. Что в плюсе? В плюсе простая модель программирования, потому что всего две функции. Сложно придумать что-то проще и довольно сложно в двух функциях ошибиться. Ну, то есть, там не нужна никакая синхронизация данных, ни что-то еще, пишешь две функции и все. Вот. Задачи хорошие, с шардируемым входом, то есть, такие, где вход можно разбить на какие-то части, и с шардируемым выходом, такие, в которых результат тоже можно спокойно разделить на части и потом, возможно, собрать вместе, а может быть и не собрать. Вот. Что делать с результатом? Это отдельный вопрос. Они легко масштабируются. То есть, если у вас задача хорошая, если ее можно поделить на тысячу частей, и в результате вы готовы получить тысячу частей, две тысячи частей, может так и получится, что вам даже не так важно, сколько их, вот, то вы можете легко манипулировать тем количеством процессоров, которые вы обрабатываете. Вот. И при этом код функции, который вы написали, он не меняется. Вы можете один и тот же код запустить на одной машине и на десяти тысячах. Вот. И буквально один и тот же код, в смысле один и тот же бинарник. Не в смысле, там, как-то перекомпилировать или еще что-то сделать, а буквально один и тот же бинарник. Вот. И код вашей функции, он при этом не меняется и работает как на одной машине, так и на десяти тысячах одинаково. Вот. При условии, что задача хорошая. Вот. Задачи, конечно же, не все хорошие. Вот. Не все задачи так хорошо шардируются, не все функции, которые вам нужно считать, там, аддитивны, коммутативны. Всевозможных форматов данных бывает масса. И, возможно, есть такие, про которые инфраструктура еще не знает. Вот. Кто будет дирижировать работы этих задач MapReduce? Не очень понятно. Неприкладной же программист. Он бы иначе сам все написал. Вот. Кто напишет shuffle? Тоже интересный вопрос. Ну, и где взять столько процессорных ядер? Ну, это, наверное, раз вы об этом задумались, то, наверное, вопрос несущественный, наверное, где-то у вас есть. Значит, какие обязанности программной среды, которая является вторым, так сказать, аспектом MapReduce? Первый аспект – это модель, а второй, собственно, реализация инфраструктуры. Вот. А там нужно реализовать shuffle. Это одна из важных компонентов самых. Нужно реализовать диспетчера, который будет рассылать задания мапперам, говорить, вот ты вот этот шарт обрабатываешь, ты вот этот и так далее. Будет координировать процесс сортировки shuffle и будет координировать свертку. Нужно написать чтение, записи разных форматов данных. Понятно, что на всех не угодишь, но обычно в рамках там какого-то предприятия, какой-то конторы, компании форматов данных, ну, ограниченное количество. Вот. И написать функцию для чтения записи вполне можно. Обязанности диспетчера какие? Ну, ему нужно уметь запускать рабочий процесс. Вы, прикладной программист, ему даст бинарник. Вот, скажет, мой бинарник, я уверен, что он будет работать на одной машине на 10 тысячах, а теперь, дорогой диспетчер, сделай, пожалуйста, так, что он вот на конкретном числе машин заработал. Вот. И диспетчеру нужно как-то с этим машинами связываться, и запускать бинарник на них. Ну, самый простой способ, ну, не самый простой, но один из самых тривиальных, вы, наверное, догадываетесь какой, да? Записать бинарник на эти машины, там, каким-нибудь протоколом по FTP положить, после чего диспетчер может, например, по Secure Shell зайти и запустить. Мы вот в практической части этой лекции так и будем делать. Дальше нужно распределить задачи по процессам. Нужно как можно более равномерно распределять нагрузку. У меня диспетчер это сделать сложно, потому что это такой абстрактный относительно задачи код, и он, в принципе, не очень знает, что там в ваших входных данных, и как вы их собираетесь обрабатывать. Может быть, у вас код, который для какого-то конкретного участка данных работает очень долго, а все остальные прожевают очень быстро. Вот. Тогда диспетчеру будет сложно. Но при условии, что ваш код достаточно равномерно обрабатывает любые входные данные, диспетчер может попробовать нагрузку распределить тоже равномерно. Может давать задачи, скажем, тем машинам, которые уже освободились. Ну, самый простой, свободен, бери. Вот. Может что-то более умное применять и так далее. Учитывать локальность данных, про это мы сейчас еще более подробно поговорим уже в практическом примере, оно будет более очевидно. Обрабатывать сбои. Если какой-то бинарник упал, вот, то диспетчеру нужно понять, что он упал, и понять, что делать с его результатами. Если это функция отображения, если это маппер, то посмотреть, он все свои входные данные успел обработать или не все. Если не все, то запустить и с какой-то точки начать его восстановление. Ну, в простом случае, сказать, забудем про все, что ты сделал до падения, поднимись сейчас и начни снова все делать. Вот. Если это, если упал редюсер, то обработка может быть более сложной. Мне кажется, тоже есть дальше кое-что. Вот. Предоставление информации о ходе процесса тоже важная вещь, потому что программисту хочется быть, контролировать то, что происходит. Далеко не всегда получается написать вот сразу MapReduce как следует. Ну, и простой баг, может быть, в вашем коде, например, NullPointerException, благодаря которому маппер будет все время падать, его будет все время перезапускать, а вы будете сидеть и ждать, когда же, блин, оно закончится. Вот. А оно никогда не закончится, потому что оно все время падает. Вот. И предоставление программисту информации о том, как дела идут, какие шарды обработаны, какие задачи сортировки и свертки завершились, какие нет. Это тоже вещь важная. На первый взгляд, конечно, все очень сложно, но ничего. Прорвемся. Значит, между MapReduce. Что происходит? Подробнее про загадочный shuffle, он же сортировка, он же группировка. Значит, у нас какая примерно техническая проблема? У нас есть несколько, ну, допустим, 100 машин, на которых работают мапперы, и, разумеется, они, скорее всего, каждая довыплюнула ключ, который есть на других машинах, да? Вот теперь ключи одинаковые, нужно с них со всей сотни собрать и в получившуюся кучу передать одной машине редюсеру, которая ее обработает. Это нужно сделать как можно более эффективно, вот. Ну, потому что, например, такой алгоритм, позвони мапперу номер один, возьми первый его ключ, позвони всем остальным мапперам и спроси, есть ли у них такие ключи, это, скорее всего, будет работать долго. Вот. Хочется сделать так, чтобы все ключи приходили в одну, все ключи, все одинаковые ключи гарантированно как-то приходили в одну точку. Вот. И маппер это, собственно, делает сам. Он, когда выплевывает ключ, он кладет, выплевывает пару ключ-начения. Вот он кладет их в разные корзины в зависимости от того, что вернет хэш-функция от ключа. Вот. У него есть хэш-функция, вот, какое-то количество корзин, остаток отделения хэш-функции, как водится. Вот. И вот что хэш-функция вернула, номер корзины, он туда кладет. Вот. И у каждой корзины есть свой адрес, куда она поедет, к какой задаче свертки. Ну, в простейшем случае, если у вас для свертки выделено, скажем, 50 машин, вот, то у вас маппер будет разделять свой выход на 50 корзин. Вот. И, соответственно, первая корзина поедет к задачу свертки номер… процессу свертки номер один. Вот. Вторая корзина – процессу номер два и так далее. Вот. Маппер записывает свои результаты на свой локальный диск. Возможно, на распределенную файловую систему для надежности. Если вдруг он запишет результаты и упадет, вот, то тогда результаты, которые были на локальном диске, возможно, потеряются, а которые были на распределенной файловой системе, возможно, не потеряются. Скорее всего, не потеряются. Вот. И диспетчер координирует. Сообщает задачам свертки, где им брать данные. Я рассказал про вариант, когда мы знаем, что корзина пойдет к первому процессу, да, может быть, и наоборот, что мы просто сообщаем диспетчеру, у меня есть корзина номер один. Мастер говорит, диспетчер прекрасный, когда видит, что уже можно какой-то процесс свертки загрузить, работает, говорит, ну, давай, товарищ, вот все ключи, которые попали в корзину номер один, они есть вот у этого маппера, у этого и вот у этого. Позвони им, собери значения. Вот. Он звонит и собирает. Вот. В этом же, когда задача свертки получает корзины, в корзинах разные ключи, вот, и, скорее всего, там, они сильно перемешаны, вот, и перед тем, как начать свертку, нужно отсортировать все ключи, но на самом деле нужно загруппировать, вот, так, чтобы просто все значения с одним ключом попали в одну задачу, вот, но это делается достаточно эффективно распределенной сортировкой, вот, и вот, поэтому, собственно, shuffle переводится как сортировка, вот, а он называется shuffle, потому что распределяет задачи редюсером, вот. Параллельно с отображением может идти shuffle, когда у вас есть уже какое-то количество ключей, значений, вы можете уже начать их как-то сортировать, группировать, вот. Вот, но пока мап не закончится, редюсер не может начаться, понятно почему, да, потому что у вас любой маппер может выплюнуть ключ, который может попасть в совершенно любую задачу свертки, и, соответственно, пока вы не уверены в том, что все отображение закончено, вы начинать свертку не можете. Вот. Немножечко про сбой. Если маппер отказал, то текущую задачу, которую он делал, надо переделать, вот, вот, во время которой он упал, вот, а прошедшее нужно переделать, если результаты не на файловой системе, и редюсер не успел их себе скопировать, вот. Ну, там много, может быть, тонкостей, из-за которых нужно или не нужно переделывать прошедшие задачи мастера. Вот. Если отказал редюс, вот, то нужно переделать его текущую задачу, вот. А результаты прошедших обычно лежат в GFS, ну, опять же, в зависимости от реализации, в принципе, может оказаться так, что после падения редюса нужно переделывать задачи мапперов, но, скорее всего, реализация достаточно разумна, чтобы этого не делать. Немножечко картинок, как может выглядеть отображение этого процесса для наблюдателя, для программиста. Вот. Я не помню, откуда я картинку стырил. Вот. Тут показывается, какие задачи редюса начались, где идет шаффл, где там мапы и так далее. Шаффл может идти параллельно с редюсом, да? А? Редюс может идти параллельно с шаффлом, да? Редюс параллельно с шаффлом, в принципе, идти может. Вот, если все мапы закончены, вот, то вы можете отсортировать все это частично, вот, и для части ключей начать редюс, да? Если мы уже знаем, если что для этих ключей ничего больше не попадется. А? Если мы уже знаем, что для... Да, да. Ну, если там вы одну корзину отсортировали, например, то в других корзинах точно нету, ну, потому что у вас хэш-функция. Вот. Ну, давайте про некоторые задачи поговорим, которые можно решать. У меня тут в этих некоторых задачах есть немножечко сиквельного кода, кто его с ним знаком хорошо, а кто не знаком, ну, вы, в принципе, можете его спокойно пропустить. Подсчет и суммирование, собственно, то, с чего началось. У вас есть документ, какой-то список или множество слов, например, и нужно, например, почитать сумму вхождения каждого слова документы или просто общее количество для каждого слова или еще что-нибудь в этом духе. Ну, и решение примерно такое. Маппер берет документы для каждого документа, если он считает количество вхождений слова в документы, выплевывает пару слов и единицы. Вот. А свертка эти единички суммирует. Вот. Если нам нужно не количество документов, а просто общее количество слов, частоту встречания слова в ваших данных, вот, то нужно выплюнуть слово и вот сколько раз оно в документе встретилось. Вот. И все это напоминает простой сиквельный запрос, который берет таблицу, группирует по какому-то атрибуту одному и считает сумму другого атрибута. И, в общем-то, это оно и есть практически. Группировка, в смысле группировка каких-то значений. Если у вас в исходных документах есть какое-то множество неких характеристик, и требуется развернуть, так сказать, отображение. Для каждой характеристики найти и записать все документы, которые ей обладают. Если у вас есть там веб-страницы про котиков, аниме и про работу, например, вот, для каждой страницы вам известен список тегов, вот, а вы хотите найти все страницы про котиков, вот, то вы можете в маппере выплевывать пары характеристика документ, вот, ну, собственно, документ как таковой. Можно записывать, нужно записывать идентификатор, вот, URL, например. Вот, а свертка просто запишет списки в какое-то хранилище, в базу данных, там, на диск, еще куда-нибудь. Вот, это тоже такая вполне практическая задача для веб-поиска, в частности. Вот, ну, например, характеристика – это вхождение слова в текст документа, вот, и для каждого слова мы можем получить список документов, которые его содержат. Вот, или характеристика – это домен первого уровня, яндекс.ру, вот, в документах для каждого домена можно получить список страниц сайтов в этом домене. Операция выборки проекции, ну, это довольно тривиальная вещь, если вам требуется выбрать записи по какому-то критерию, вот, то возможно, и возможно преобразовать каждую запись, вот, то, что в SQL может записаться, вот, как выборка с каким-то условием, вот, то маппер может все сделать, в смысле найти все записи в исходных документах, вот, и преобразованные записи, если там есть какое-то преобразование, вот, выплюнуть с каким-то ключом, вот, с каким, зависит от того, чего вы хотите. Если, например, ключ свертки равен ключу записи, то в каждой задаче свертки будет одна запись, вот, ну, и, соответственно, вы эффективно, вы, ваш мапредюсер идет к тому, что много машин набросится на данные, отфильтрует, преобразует, а потом редюсер просто запишет, такой identity reduce, который записывает ровно то, что получает. Вот, если, например, ключ свертки – это имя отношения таблицы, вот, то будет одна задача свертки на все отношения, и тогда вы сможете в редюсе куда-то записать все найденные преобразованные записи для какой-то одной таблицы, если вы, если вам это нужно, вот. Если ключ свертки равен просто самой записи, вот, то мы можем попаразитировать на среде выполнения удалить дубликаты, вот, это тоже такая полезная вещь бывает, когда вам нужно найти все дубликаты и оставить только одну запись, вот, то можно ключом свертки сделать, собственно, запись. Теоретикой множественной операции тоже можно сделать, объединение, пересечение, разность. Маппер может выплюнуть, например, элемент множества и идентификатор множества, в который он входит, вот, и мы можем в редюсе получить, вот, этот элемент а встретился во множествах 1, 2 и 3, вот, элемент B встретился там только в множествах 1 и 2, а в третьем не встретился, вот, и в зависимости от того, чем мы делаем, объединение, пересечение, разность, зная, какие у нас общие, какие у нас исходные множества, вот, мы можем, соответственно, записать элемент в выход или не записать. Соединение в, опять же, в смысле реляционных баз данных тоже можно сделать с маппредьюсом, вот, если вам требуется из двух множеств найти пары записей с одинаковым значением какого-то поля, вот, то вы можете в маппер выплюнуть тройки, значение поля, по которому вы соединяете, равенство, которое вам требуется, запись и идентификатор множества, и, соответственно, свертка поделит те записи, которые она получила по идентификатору множества, и построит эти карты произведения, ну, это, собственно, процесс соединения реляционных баз данных, кто с ним знаком, вот, это он, кто не знаком, ну, в принципе, можете это пропустить. Значит, небольшое расширение модели, если у вас функция свертки хорошая, коммутативная и ассоциативная, вот, то свертку можно частично произвести в задаче маппинга, вот. Если, ну, сложение, например, если взять, вот, если вам все равно все складывать, то частично может сложить прямо в маппере, потому что он, вполне возможно, выплюнул какое-то количество пар с одинаковыми ключами. Вот, вот эта часть, которая, можно это сделать в маппере, называется комбайнер. По сути, это та же самая задача свертки, ее функция ровно та же. Взять ключ и посчитать… Привет, Кирилл. Привет, у меня нет культуры, проекта. Есть. Вот, взять ключ, получившийся небольшое количество значений, и посчитать функцию. Еще одна полезная вещь, которая может быть, это отсортировать задачу свертки по какому-то критерию. Вот, тем более, что шафл все равно все сортирует, да, вот, и ему, в принципе, все равно сортировать по отношению между первичным ключом или добавить к сортировке еще и сравнение записи с одинаковым ключом. Вот, в такой модели выхода маппера могут быть стройки, первичный ключ, вторичный условный ключ и значения. Вот, и задача свертки сформируется по-прежнему из троек с одинаковым первичным ключом, но в ней элементы будут отсортированы по значению вторичного ключа. Так бывает довольно удобно обрабатывать или строить деревянные структуры. Вот, если вы сделаете, например, вторичный ключ так, что отношение больше будет означать нахождение где-то ниже в дереве, вот, то вы сможете в редюсе построить эффективно деревянную структуру. Вот, сейчас мы, наверное, сделаем небольшой перерыв, я проверю, что у меня тут все работает, а потом мы приступим к маппредьюсу на коленке. Ну что, давайте продолжать. Я вроде восстановил все, что упало было. Окей, поехали. Значит, макет маппредьюса, который был, он, конечно, прекрасен и работает, но это всего лишь макет. Вот, он в оперативной памяти, в одном процессе и ничего такого. Вот, сейчас мы посмотрим на инфраструктуру маппредьюса, которая простая и ничего навороченного в ней нету. Вот, ну, то есть она совсем простая. Вот, но которая, тем не менее, позволяет с ним поиграться и какие-то эффекты увидеть. Вот, ее, разумеется, не стоит использовать в каком-то продакшн-коде, ну, просто потому что он ничего не умеет делать. Вот, но поиграться с ней можно вполне. Вот, он называется Мин Смит, он написан на питоне. Это 450 строчек, бомжатский, ну, потому что не требует ничего особенного, кроме питона и какого-нибудь лаптопчика. Вот, он действительно состоит из 450 строчек примерно. Наверное, там написан диспетчер и сортировка, код функции маппредьюсер, это несколько строчек, ну, там буквально штук 10. И частью кластера в любой момент может стать любой компьютер, ему нужно знать IP диспетчера и пароль. Он может ему позвонить и сказать, я компьютер, я хочу работать маппером или редьюсером. Вот, и все, он вписан и может получать задание. Вот, это довольно удобно. Вот, при этом прикладной программист может вообще про него не знать. И, соответственно, хакер может вполне себе получить код, который прикладной программист запускает на этом маппредьюсе. Ну, прикладная задача. Давайте рассмотрим задачу, в которой нет особого практического смысла, в смысле он не очевиден. Хотя, ну, на самом деле, вполне себе может быть. Вот, данные возьмем из домашнего задания, ровно те же самые, которые сейчас лежат на вебе. Примерно 50 мегабайт текста, немного, но какие-то эффекты с временем выполнения позволяют увидеть, тем не менее. Вот, и хотим мы посчитать, например, суммы вот этих значений цифирик по всем двухбуквенным префиксам наших ключей. Ну, вот, для примера, если у нас ключи 0.1 ASDF, 0.1 EFJ и 0.23456 такими значениями, то в результате мы хотим видеть 0.1 22 и 0.2 33. Я написал эталонную программу, с которой мы будем сравнивать. Она работает с локальными файлами, все держит в памяти, и за 2,5 секунды все эти 50 мегабайтов обрабатывает. Она выглядит примерно так. Даже не лес, а виг. Но она даже работает не то, чтобы с локальными файлами, но с тестовым распределенной системой, которая читает данные из локальных файлов, которые были у вас с самого начала. Ну, вот она ничего сверхсложного. Берет содержимое файлов, она знает, как они называются. Шарт номер 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Читает все данные, разделяет значения, получает префикс и суммирует значения с префиксом. Потом печатает. Давайте мы ее запустим и попросим сказать, сколько она времени занимает. Та-дам, класс 0, 2, local. Вот, за 2 с чем-то там минуты она посчитала и какие-то значения повыплевывала. Значения, если хотите, можете последнее запомнить, потом вы увидите немножко другое. Это моя вина. Где-то там допустил баг, но это не так важно. Вот. Действительно не так важно. Все остальные такие же. Вот, что-то с окончанием файла напутал. Вот. Ну вот, примерно то за 2, то за 3 с чем-то секунды она выполняется. Окей. Забег первый. Сейчас мы увидим, как выглядят функции маппера-редюсера и увидим, что происходит в этой системе. Значит, давайте договоримся о том, что будет входом у маппера, что будет выходом. На вход, его задачей, так сказать, отображения, будет одна строчка из файла. Ключ и значение. Вот. И, соответственно, его задача – это выплюнуть единичку для биграммы префикса. Отрезать первые две буквы и выплюнуть xz12. Как он выглядит, этот код? Выглядит он примерно так. 1, 2, take, 1. Тут, помимо всяких генераторов и класса, который позволяет читать шарды с нашей файловой системой распределенной, вот, собственно, функции маппы-редюсера. Тут, на самом деле, используется какая-то библиотечная, но сейчас я вам тоже покажу, она простая. Редюсер тут, он виден, берет и просто суммирует значения, вот, и возвращает результат. Маппинг делает не очень сложные вещи, покажем его. Ну, класс 0, 2, pi. Ну, собственно, вот. DoomUp, который вызывается, инициализирует словарь и потом берет данный ему текст, разделяет его по строкам. Если там строка одна, то, собственно, она и будет. Вот, и для каждой строки разделяет ее, берет префикс и записывает в словарь префикс и значение. Вот, ну и, собственно, этот словарь возвращается. Соответственно, в этом словаре у нас получается результат маппера, ключ и какое-то значение. В этом коде есть еще кое-что, собственно, то, что запускает наш вопредюсер, наш диспетчер. Вот этот код, который мы написали, код функций, он вначале крутится только на диспетчере. Можно диспетчера запустить, сейчас мы это сделаем, Python, класс 2, take 1, и он сидит и ждет. Так как ни одного процесса маппредюса еще не запущено, то он ждет, когда ему позвонит какой-нибудь процесс и скажет, вот, я готов обрабатывать задачи. После того, как этот процесс позвонит, диспетчер ему по HTTP или какой-то протокол используется, передаст тот код, который он получил из нашего файла. То есть буквально вот эти функции, mapfn и reducefn, будут рабочему процессу переданы, и он начнет их выполнять. Python такой язык, который позволяет это делать. В C++, наверное, было бы сложнее существенно. Вот. Ну и сервер инициализируется входом каким-то. Вот. Этот вход, это наши шарды, их 10 штук, и вот этот класс, который их читает по одной строчке. Когда сервер видит, что у него есть свободный процесс, сервер, в смысле диспетчер, когда диспетчер видит, что у него есть свободный процесс, который готов выполнить задачу отображения, он обращается к входу, дергает функцию next, получает очередную задачку и рабочему процессу ее пересылает. Вот. Ну и, собственно, вот сервер запускается, ждет, что ему будут звонить с паролем. Тут пароль пустой, поэтому ничего нет. Вот. Когда все задачи свертки отработали и вернули ему свои, задачи свертки, задачи отображения, отработали и вернули ему свои словари, он выполняет внутри себя шафл, нераспределенный, к сожалению, в одном процессе, вот, собственно, поэтому он игрушечный, вот, и рассылает редюсерам задачи свертки, вот, и собирает с них результаты. Вот. Результаты у него, вот, в словаре results будут записаны. Вот. Наш сервер пока там ждет, когда же ему кто-то позвонит. Давайте мы ему позвоним, запустим рабочий процесс, который всегда выглядит, ну, почти всегда одинаково. Питон запускает код и говорит, куда ему обращаться. Вот. Ну и вот мы его запустили, и сервер начал нам писать, что сейчас он вырабатывает шарт номер 0, сейчас шарт номер 1. Ну и на самом деле вот то, что написано повыше, это вот он в прошлый раз его запустил до начала второй части, и за 3 минуты 21 секунду он посчитал все, что нужно. Что наводит на некоторые мысли. Почему? Давайте я его, с вашего позволения, остановлю. Вот. Код-то эталонный справился за 2,5 секунды, а тут MapReduce 3 минуты с чем-то сидел и думал. Ну, тут у меня за 4,39, это зависит, понятное дело. Ну, интересно. Вот. Тем не менее, давайте попробуем с этим временем что-то сделать. Вот. Один маппер справился за 4 с чем-то минуты, давайте запустим их 2. А. Та-дам. А. Та-дам. А. Та-дам. Смит. Пи. Локал хост. И та-дам. Вот сейчас дело пойдет поживее. Поживее. Еще немножко живее. Вас два, ребята. У нас есть шансы, может, 10 процессов запустим. Сейчас увидим. Что-то они как-то не сильно горят желанием работать. Возможно, потому... А, ну, кстати, возможно, потому что у меня записывается параллельно еще видео. Вот. Это не самое, конечно, то, что они ожидали. Работаем, работаем, ребята. Эх. Ну, пока вот они работают, нам потом напишут, сколько времени отработали. Вот. В моих тестах, которые я проводил, вдвоем они справились побыстрее за 2 минуты 20 секунд примерно. Втроем еще немножко быстрее. Вот. Ну, то есть прогресс был виден. И вчетвером уже немножко похуже. У меня 4 ядра. Соответственно, запускать больше, чем 4, скорее всего, смысла не имело. Мы, в общем, на это мы тоже посмотрим. Вот. Ну, в общем, как-то... Что такое? Вот. Ну, есть подозрение, что... У нас же диспетчер читает, да, весь вход. Это диспетчер звонит мапперу и говорит, вот тебе одна строчка. Вот. Соответственно, вполне возможно, что вот этот процесс пересылки одной строчки туда и сюда, вот, он довольно затратный. Нужно полтора миллиона вот этих строчек по одной переслать. Ну, а каждая пересылка, это, возможно, установка соединений или еще какие-то накладные расходы. Вот. Давайте попробуем. Это у нас досчитали. Вот. За 2 минуты 11 секунд справились. Будем 3 запускать? В принципе, можем. Ну, ладно, давайте поверьте, что 3 справится еще немножко быстрее. Вот. А сейчас мы перейдем к менее раздражающему, к менее раздражающему медленному процессу. Вот. Давайте будем давать мапперу на вход все содержимое файла, которое прочитаем. Вот. Тогда нам сеанс общения диспетчера с маппером будет один. Вот. Он будет пересылать много данных, собственно, пересылать он будет ровно столько же, сколько и раньше. Вот. Но зато за один раз. Вот. А маппер будет строить частичные суммы в памяти и выплевывать на выход все полученные пары. Выглядеть это будет примерно так. Та-дам, та-дам, па-дам, па-бам. Все похоже. Функция, которая читает input, немножко изменилась. Она теперь не одну строчку выплевывает, а пару ключ названия шарда. Ключ в процессе маппинга не играет большей роли. Вот. И значение соединенной строчки, с тех, которые он прочитал по line break. Функция маппинга не изменилась практически никак. И функция редюса тоже. Вот. Ну и вход. Вот мы все шарды по очереди читаем. Ну, давайте посмотрим, что с этим будет. Take 2. И тут нам уже надо будет пам-пам. За 3 с чем-то там секунды мы справились, что уже довольно неплохо. Похуже, чем эталонная программа, но уже похоже, что окей. Ну, раз близко, значит, к истине, мы понимаем, что какие-то могут быть накладные расходы, да, между диспетчером, маппером, пересылка данных и все такое. Можно ожидать, что это будет хуже. Один маппер будет хуже, чем эталонная программа. Вот. Давайте запустим этих самых мапперов 2. Что тут у меня? Где-то была волшебная строчка, которая их запускает быстро. Нету. Ну, ладно. Сейчас мы ее напишу, если осилию это вспомнить. Па-бам-па-бам. Запускаем. И да, и тут нужно еще волшебное. Волшебную секунду поспать. Почему нужно поспать? Потому что бывает так, что рабочий процесс звонит мастеру слишком рано, когда он еще не инициализирован. Вот они все запустились. И за 2,5 секунды, и плюс еще у нас 1 секунда, в которой он спал, то есть, на самом деле, за 1 секунду, за 1 секунду с половиной, они свою задачу сделали. Что уже, в принципе, быстрее, чем эталонный наш процесс. То есть, на двух процессах фантастика все выполнилось быстрее, чем на одном. Но капитан очевидность говорит, что ничего сверхъестественного тут нет. Давайте посмотрим, что происходит с тремя процессами. Python, min, smith, p, localhost. Еще раз. Да, не все так просто. А что с ним? 0,2, sleep. А, кто-то, наверное, не успевает даже, да? Ай, ай. Что это? Та-дам. Это за 2, за 3 секунды. Ну, да, видите, тут кто-то из них не успевает дозвониться, судя по всему, до мастера. Ладно, не буду сейчас это изучать. Ну, 3 поработали бы быстрее, но немножко. То есть, уже не настолько существенно. Почему? Скорее всего, потому что при раздаче заданий мастер сам читает все файлы и потом, значит, пересылает большим куском каждой задачи, каждому рабочему процессу. И, соответственно, скорее всего, основное время, которое он тратится, это на чтение этого файла. Вполне возможно, последовательно, ну, потому что это один процесс, который их читает. Давайте сделаем так, чтобы каждый рабочий процесс сам читал те файлы, которые ему нужны. И входом для маппера будет только название файла, а читать он будет сам. И тут у вас сразу раскрывается все, что тут есть. Так, дам, take 3. Надеюсь, он будет лучше. Такое тоже бывает. Yet. Да что такое? Ну, я так не играю. Так, ладно. Take 3. Разумеется, все не могло идти так хорошо. Take 3. Так. Прекрасно. Стал себя замерить. Ну, вот, значит, один маппер, который прочитал файлы сам, покажу вам, как выглядит этот код. Класс 0.2.take 3. Теперь входом для маппера является всего лишь название шарда, вот, а код функции немножко поменялся, ну, потому что теперь нам нужно самим читать этот файл. Вот, ну, и мы его тут читаем примерно так же. Потом делаем с прочитанным все то же самое, что делали раньше. Префиксы, суммы, вот, reduce не поменялся. Один маппер справился за три с половиной секунды, два, но сейчас посмотрим, за сколько. За 2.7, вот, ну, три справятся еще немножко быстрее. Давайте посмотрим, за сколько. Три справились за 2.6 секунды, ну, и, наконец, четыре. Три справились за 2.6 секунды, ну, собственно, наверное, четыре процесса, при условии, что еще происходит кодирование видео, особого смысла запускать не имеет. Вот, окей. Когда процессов больше, чем ядер, скорее всего, будет только медленно, потому что нужно будет переключаться между ними. Забег четвертый. У нас все сейчас было с локальной файловой системы и один физический компьютер. Вот, давайте попробуем быть более честными. У нас все не на локальной файловой системе, а на распределенной. Вот, у нас есть четыре виртуальных машины в облаке, которые одновременно работают файловыми серверами. Они обслуживали ваши домашние задания. Вот, и они сейчас будут работать, они же будут работать мапперами. Вот, а пятая машина, она одновременно мастер файловой системы и мастер мапредьюса. Диспетчер. Что тут у нас есть? Все ли живы? Не все, похоже. Нет, подождите. Как так? Всех поубивали. Ладно, хорошо. Та, 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 та... Та, та... Та да. Та, та, та... Сейчас, если нам повезет, то они что-нибудь сделают. Ну, давайте, ребята. А пока они там чего-то делают, посмотрим, что они будут делать. Раз, ноль, два, тейк. Какой у нас забег? Четвертый, да? В четвертом забеге у нас будет входом для маппера по-прежнему название шарда. Но читать он его будет не из локальной системы, а из распределенной. То есть будет кому-то из, собственно, своих же собратьев, которые рядом с ним крутятся, звонить и просить дать ему содержимое файла. Возможно, всем по очереди, чтобы собрать фрагменты. Все остальное выглядит примерно так же. У меня тут есть скрипт, который, надеюсь, их все запустят. Покажись. Запускает на мастере диспетчера и распределяет задачи. Собственно, как вначале я говорил, самое простое, что можно сделать для того, чтобы распределить задачи, это скопировать код бинарника и через Secure Shell, например, его запустить. Ну что, надеюсь, это у нас сработает лучше. Take 4, run all. Так, прекрасно. Ну и вот вчетвером, читая уже не локальные данные, а своих соседей, за 5 секунд они справились. Давайте для того, чтобы иметь цифры, с которыми можно сравнивать, посмотрим, сколько времени будет выполняться эталонная задача. Класс 0, 2, local. За 3,5 секунды. Вот. Эталонная задача читать локальные файлы, а эти читали распределенные и, в общем-то, время уже вполне сопоставимое. Ну а теперь давайте посмотрим на то, что им приходилось делать. Добавление мапперов обработка ускоряет. У нас сейчас тут было 4. Если мы кого-то-нибудь уберем, ну скажем, половину из них. Та-дам. Та-дам. Вот. То это будет идти немножко медленнее. Ну, за примерно 8 секунд справились. Ну, ожидаемое вроде параметры роста. Если в четвером справились за 4 секунды примерно, то вдвоем, наверное, за 8. Вот. Давайте подумаем над тем, что они делают. Сейчас у нас каждый маппер получал на вход имя файла в распределенной системе. Вот. И это имя было, ну, в известном смысле, случайным. Вот. То есть ничего про него не было известно. Этот файл мог находиться вот как у него же на его локальном диске, так и у кого-то другого. Да. Вот. И есть идея о том, что раздачу заданий, в принципе, можно оптимизировать. Если мы знаем, что входом для нашего маппера являются файлы на файловой системе, и мы знаем, где расположены шарды этих файлов, вот, то мы можем дать шард файлу очередную порцию задачи маппинга тому процессу, который крутится на том же сервере, где и лежит в распределенной файловой системе этот файл. Вот. Тогда ему нужно будет эффективно читать со своего локального диска. Вот. Возможно, он там будет что-то узнавать про то, где и лежит. Ему скажут, так у тебя же лежит. Он скажет, а, действительно. Вот. И прочитать с локального диска. Вот. И входом для него будет имя файла, содержимый, пусть читает сам. Вот. У нас такой системы умной нету под рукой, которая умеет это делать. Вот. Но я ее симулировал жульничество. У меня просто все данные есть на каждом из этих… На каждом из моих мапперов. Вот. И поэтому в пятом забеге они будут получать имена файлов, а читать будут у себя локально. То есть любой файл, который они получат, они смогут себя локально прочитать. Вот. Это, разумеется, жульничество, потому что так не всегда бывает. Вот. Но вот такой имитируется идеальный случай. И давайте вот мы это попробуем сделать. Выглядит это… Вы вернули два этих самых пищевых. А? Вы вернули два этих пищевых. Там другой скрипт. Ну, сейчас мы с ними погоняем тоже. Вот. DFS клиент у нас уже локальный. Вот. А остальное все одинаково. Тут, по-моему, даже можно сравнить. Тейк четыре. Два. Тейк пять. Да, собственно, вся разница между этими вещами – это то, что один читает из HTTP, DFS клиента, а второй из локального. А запускать мы их будем. Тейк пять. Ранул. Ну, давай. Нет. Да-да-да, я уж вижу. Ну, тут, видите, задержка достаточно большая, чтобы это исправлялось сложно. Тейк пять. Какое прекрасное ощущение. Как по модему 14-килобитному. Давай. А что ж он с ним так плохо-то? Ну, родной. Все. Ура. А что тут такое? Все вроде хорошо. А, в смысле, сеть правильная. Отлично. Ну, все примерно то же самое. Давайте возьмем сначала две штуки. Вот. Ну, и вдвоем за две с половиной секунды они справились. Что уже, похоже, быстрее, чем эталонная программа. Ну, и вчетвером за одну секунду с чем-то там они шустренько все обработают. Может быть, если добавить пятого, то будет еще шустрее. Хотя, вряд ли, потому что шардов у нас не так много. А если бы шардов было побольше, то тогда эффект масштабирования был бы более очевиден. Сейчас мы уже скоро с этим заканчиваем, если кто собирается на следующую лекцию. Значит, и вывод из этого такой, что локальность данных – это хорошо. Вот. Если вы можете обработать данные там, где они лежат, вот, то вам, скорее всего, это принесет очень большую пользу. А если вам для того, чтобы данные особенно большие получить, приходится куда-то звонить, да еще и не один раз, вот, то, скорее всего, результат по сравнению с локальной обработкой будет существенно плохой. Вот. Хорошо, когда данные и код живут рядом на одной машине, но в то же время копировать все данные, вот, как делал я, да, разумеется, неразумно. Ну, потому что зачем нам тогда нужны все эти распределенные системы, если у нас все равно все данные лежат на каждой из машин. Хотя такое на самом деле тоже может быть. Вот. Ну, все же, диски большие, вот, если у вас есть, ну, условно, полтерабайта данных, вот, которые одна машина обрабатывает медленно, то, может быть, вы можете позволить себе, там, раскопировать 10 раз и обработать на 10 машинах побыстрее. Вот. Это тоже возможный вариант. Вот. Но если это не выход, вот, то тогда какие возможные решения? Ну, распределенные файлы системы и умная инфраструктура, которая умеет назначать задания мапперам так, чтобы они обрабатывали локальные данные, ну, или распределенные базы данных, так, чтобы, которые, про которые мы еще будем говорить в дальнейшем, вот, которые организуют свое хранение тоже таким способом, чтобы данные были локальные, и можно запустить код так, чтобы он жил, работал рядом с кусочком распределенной базы данных. Ну, про них мы тоже будем говорить. Небольшой бонус-трек, он заключается в том, что вот мы скармливали наши шарды в порядке возрастания их номеров, да? Вот на самом деле они не одинаковые. Там в каком-то, в каком-то из них больше данных, в каком-то меньше. Вот, давайте поп... И вот, не знаю, сейчас будет видно или нет. Вот видите, пятый подзалип, восьмой и немножко девятый, да? Скачок был. Эти шарды, они большие. Вот, и вот особенно, когда, если большой шар пришел в самом конце, когда мы уже все мелкие обработали, и тут пришел самый толстый, вот, то мы можем на этом самом толстом и залипнуть. Если у вас, скажем, шардов тысяча, 999 были маленькими, ну, относительно, вот, и с ним все было хорошо, и ваши 100 мапперов их обработали. Потом дошли до тысячного, его дали какому-то одному мапперу, и все, он его сидит, обрабатывает. Вот, а все остальные бездельничают. Вот, ну и давайте попробуем упорядочить шарты. Я их расставил в том, в порядке убывания их размера. И, тадам, появись, тейк шесть. Сколько у него там? Подзалип на восьмом, да, на каком-то, или на каком-то дальше. Ну, возможно, да, что тут и фокус не получился. А сколько их там, кстати? Давайте посмотрим. Тейк шесть. Да, все четыре. Ну-ка, еще раз. Тут, на самом деле, большая. Большой разброс. Бывает. Ну, так-то, конечно. Ну, да. Сейчас не судьба. В моих экспериментах получалось немножечко быстрее. Сейчас, к вести, немножечко медленнее. Вот. Возможно, да, да, да. Разброс там тоже большой. Ну, тут, да. У нас не так много данных. Надо попробовать сгенерировать их побольше. Ну, может быть, для домашнего задания вам их сгенерирую побольше. Вот. Тогда будет более очевиден процесс. Домашнее задание прямо сейчас не готово, но оно, скорее всего, будет таким же, как в прошлом году. Там нужно будет перемножить большие матрицы при помощи Amaproducer. Вот. При помощи вот этого самого Минсмита. Матриц сколько там хотели? Миллион? Миллиард на миллиард не будет, наверное. Вот. Будет немножко поменьше. Но для тестов мы притворимся, что они большие, а для, в смысле, для разработки, а для тестов настоящих, ну, какую-нибудь большую скорость.